Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Несмотря на то, что у меня на заднем плане снег, на самом деле начало апреля, и мы с вами разговариваем про подготовку ям для винограда. Как раз самое время этим заняться. Земля уже отмерзла, несмотря на снежок. Это такая, скажем, разовая акция природа нам подсыпала. Ну, касательно ям. Существует множество мнений. Кто-то считает, что вообще это глупое занятие, и делать это абсолютно не нужно. Кто-то считает, что делать это нужно обязательно. Кто-то там называет какие-то ямы умными, какими-то глупыми. Кто-то смеется над теми, кто копает. Те, кто копает, смеются над теми, кто не копает. А вот сегодня я вам выскажу свое мнение. Я все-таки считаю, что ямы готовить нужно. Расскажу, как это делаем мы, ну и покажу на некоторых примерах. И прежде чем мы пойдем смотреть конкретные ямы и конкретные примеры, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что мы все находимся в разных условиях. В разных климатических условиях. У нас у всех будут разные почвы. И даже почва, например, на моем конкретном участке, и почва у соседа, казалось бы, рядышком, там через 100, через 200 метров, через 500, она может отличаться. И поэтому здесь нет единого рецепта, что надо вот делать только так и никак иначе. Мы все приспосабливаем под наши конкретные условия. Вот смотрите пример наших условий. У нас глина. Ну, может быть, это су-глинок. Я уже не буду вдаваться в подробности. Опять же, чтобы опознать, там глина тяжелая, не тяжелая. Колбаски можно крутить. Мы этого не делаем. Мы просто видим, что состав такой плюс-минус глинистый. И вот, смотрите, выкопанная ямка. Плодородный слой. Я специально взяла рулетку. Примерно сантиметров 30. Вот здесь плодородный слой. Дальше пошла глина. В принципе, 30 сантиметров. Ну, это такая нормальная глубина посадки в наших условиях. Вот, смотрите, соседняя ямка. Черная земля. Дальше вот начинается эта глина. И здесь уже, ну, по рулетке видно, что сантиметров на 10 вот этот слой больше. Вот здесь ямки уже присыпаны снегом. Ну, вот с этой стороны плодородный слой может достигать и даже сантиметров 70. Почему такая разница? Ну, мы знаем. Дело в том, что этот участок когда-то возделывался, пахался в одну сторону. И поэтому с одной стороны получилось много плодородки, с другой стороны поменьше. И если бы мы здесь решили садить все под лопату, то одним кустиком было бы хорошо, там, где плодородки много, но другим было бы немножко не так хорошо, потому что у них питания было бы меньше. Вообще, для чего нам, в принципе, готовить эти ямы? Садим мы растение совсем молоденькое и достаточно слабенькое. Конечно, виноград очень пластичная культура. И со временем, даже при не самой лучшей посадке, он войдет в силу, наберется этой силы, найдет себе где-то питание. Но на это уйдет время. У нас время есть далеко не всегда. И даже, можно сказать, его особо и нет. К сожалению, наши годы летят слишком быстро. А мы бы, ну, это нормальное желание человека получить урожай, получить какой-то результат пораньше. Именно для этого мы и готовим вот эти самые ямы. Мы создаем нашим молодым растениям максимально комфортные условия. Вот смотрите, здесь хорошо видно, вот что из ямки выкопали. Да, глина. Ну, в такой глине, глина, конечно, сама по себе достаточно хорошая почва. Минеральная, но все эти минералы, все-то надо еще из нее добыть. Поэтому, пока вот молодой виноградик будет в такой почве набираться сил, особенно в наших условиях недостатка тепла, ну, пройдет достаточно много времени. Ну, как я вам сказала, что ямы мы делаем и готовим для того, чтобы молодым растениям было комфортно. При этом, смотрите, важная вещь. Мы при подготовке этих самых ям можем очень сильно скорректировать те условия, в которых мы находимся. К примеру, бывают участки, где высоко залегают грунтовые воды. Вот у нас, опять же, да, я показываю эту глину, но, судя по всему, она достаточно теплая и достаточно комфортная для растений. А у кого-то она может быть очень холодная, плюс высоко грунтовые воды, и это, ну, не очень хорошо и некомфортно для винограда. Что мы тогда делаем? Мы выкапываем вот эту самую яму. И выкапываем, ну, вот у нас размер небольшой, потому что здесь условия комфортные, нам сильные корректировки не надо. Но я потом расскажу все равно, что мы туда закладываем. Если же у вас условия плохие, то чем больше вы выкопаете эту яму, тем вашему винограду будет проще и комфортнее. И, к примеру, вы ее выкопали поглубже, туда дренаж положили, и лишняя влага будет уходить. Заложили туда хороший компост, хороший грунт, и вашему молодому кустику будет комфортно расти. И вырастет он гораздо быстрее, чем если вы его посадите, ну, просто так. Или ситуация другая, да, вот я вам показываю один наш участок, у нас есть второй участок. Там я несколько раз показывала кадры. Там у нас вообще песок, песчано-гравийная смесь. Вот для строительства самое то. Ну, для того, чтобы растения росли, эта земля абсолютно пуста. Там сверху плодородки, ну, 20 сантиметров, 25 от силы, и даже плодородным слоем это назвать сложно. Там все вымывается, там все время сухо, и надо много поливать. И такое место мы тоже можем откорректировать. Опять же, чем мы выкопали яму поглубже. На дно сделали прослойку из глины, которая немножко бы задерживала вот эту влагу живительную. Заложили в яму компост какой-то органики. И наш кустик будет обеспечен питанием хотя бы на первое время. А это даст ему быстрый и хороший старт. И, соответственно, кто окажется в выигрыше? В первую очередь, мы, потому что мы быстрее получим урожай. Ну, а теперь переходим конкретно к тому, что делаем мы. Да, у нас на том участке, на песчаном, мы готовили большие по размеру ямы. Мы их делали с подкормочным узлом. Ссылку на видео я вам оставлю. Здесь немножко другие объемы, ну и, в принципе, другие условия, другая почва. Вот здесь уже подкормочные ямы, точнее, подкормочные узлы мы делать не будем. И, несмотря на то, что я вам показала, неплохая здесь плодородка. Но мы все равно хотим урожай получить быстрее. Мы хотим, чтобы наш виноградник быстро и хорошо развивался. И поэтому в эти самые ямы мы закладываем любую органику, которая у нас есть. Смотрите, вот там куча листьев. Всю осень, рядом сквер, я эти самые листья сгребала и носила нам на участок. Что такое листья? Это органика. И теперь вот эти листья лежат в ямках. Да, ямки еще не закопаны. Пока что начало апреля. Мы их прикопаем, будет тепло, придут червячки, листики эти переработают. И виноградик сядет во вкусную, подкормленную землю. Ну, также удалось нам и навоза раздобыть. Поэтому навоз тоже вместе с листиками идет в эти же самые ямки. В наших условиях никаких дренажей не нужно. Мы закладываем только питательные вещества. Что можно закладывать еще? Да все, что угодно, любую органику. Если вообще мы бы готовили ямы с осени, то тоже те же листья, те же пищевые отходы. Любая органика, можно это все в ямки складывать, прикапывать. За зиму, за весну оно практически все переработается. Все питательные вещества, которые нашим растенницам станут доступны и будут нужны. Есть рекомендация на дно закладывать, например, старые доски. Кто-то над этим смеется. Ну, что такое старые гнилые доски? Это тоже органика. Это тоже питание для почвы. Мы с вами кормим почву. Ну, а почву потом кормят наши растения. То есть, есть гнилые доски. Некуда их девать. Да, их тоже можно смело закладывать в ямы. Еще такой момент. Когда-то мы читали в рекомендациях, что в ямке с виноградами хорошо бы закладывать косточки. И мы эти самые косточки собирали, потому что мы любим варить супы на косточках. Потом наши собачки косточки обкладывали. Потом эти косточки собирались. И вот во все ямки, которые у нас на втором участке, мы косточки закладывали. Что такое косточки? Источник кальция. Конечно, тоже кто-то смеется над этим и считает это дуростью, глупостью. Я не могу утверждать на 100%, что именно это сработало. Но тоже я вам показывала много раз урожай из того участка. Я рассказывала, что особо сильных проблем мы с треском не испытываем. И единственное средство, которым мы боремся с треском ягод, это полив. При этом очень часто можно встретить такое мнение, что обязательно-обязательно кальциевые подкормки. Вообще кальций просто основа питания винограда. И бесконечно этот кальций нужно в землю лить. Напомню, там песок, из которого выходит все на свете. Можно сказать, практически транзитом. Так вот, несмотря на такие почвенные условия, никаких кальциев мы не льем. Тем не менее, таких сильных проблем с треском, либо с недостатком каких-то элементов для винограда мы не видим. Повторюсь, я не могу утверждать на 100%, но все-таки мне кажется, что вот те косточки, которые мы туда закопали, это их работа. Конечно, для того, чтобы это утверждать, надо было бы садить рядышком с косточками без два куста одного сорта, а вообще не два, а гораздо больше, и тогда наблюдать. В таком случае мы бы получили точный результат. Мы-то, конечно же, не делали. У нас таких задач и целей не было. Тем не менее, косточки мы закладывали. И то, что это не вредит кусту, это точно. Любая органика, которую мы в ямки добавляем, она будет хороша. Конечно, вот на такое количество ям нет у нас столько косточек, чтобы добавить. Но что пойдет в эти ямы? Смотрите, у нас есть такой чудный мешочек. Достался он нам по наследству вместе с участком. А там яичная скорлупа. Вот целый вот этот мешок. И мы эту самую яичную скорлупу просто рассыпем в эти ямки. Поможет она, не поможет. То, что не повредит, это точно. Ну и зачем нам, чтобы там стоял мешок, мы вот эти минеральные вещества положим в почву. Конечно, кто-то скажет, зачем столько трудов. Да, проще. Ну, пошел минеральных удобрений в магазине купил и насыпал. Для кого-то может быть и проще. Ну, минеральное удобрение стоит денег. Конечно, если мы садим один-два куста, это не проблема. Когда мы садим много, уже это немножко чувствуется. А сейчас, когда все достаточно быстро дорожает, ну, это будет еще чувствительней. Конечно, каждый решает сам. Проще купить, покупайте. Но мы же сторонники, так вот, чтобы правильно назвать, рационального земледелия. И если у нас есть какие-то подручные средства, которые мы можем использовать, ну, те же косточки, да, та же скорлупа, те же листья, то почему их не использовать? Это все, скажем так, пришло из земли. И мы это все в землю возвращаем. Ну, те же листья мы все равно сгребаем. Так зачем их выкидывать в мусорку, если мы их можем, вот, вернуть в землю и отдать почвенным микроорганизмам, чтобы они их переработали. Точно так же и в сезон мы используем ту же скушенную траву, мульчируем. Все, что мы из земли забрали, мы стараемся в нее вернуть. Ну, а теперь вернемся к нашим ямкам и будем подводить итоги. Конечно, готовить ямы или не готовить, решение всегда остается за вами. При этом вы смотрите ваши конкретные условия. Почвенные, климатические, те же грунтовые воды. И помните, что ямами очень сильно можно откорректировать те условия, которые у вас есть. Не всегда у нас есть выбор участков, не всегда мы их можем поменять. Нам часто приходится работать с тем, что у нас уже есть. Но, немножко приложив усилий, мы много чего можем подкорректировать. И что конкретно закладывать в ямы? Здесь тоже нет универсального рецепта, потому что и в условиях мы в разных, и возможности тоже у всех разные. Есть органика, закладываем органику. Но единственное, надо быть аккуратным и со свежим навозом. Есть еще какая-то органика, закладываем еще какую-то органику. Особенно, если почва кислая, есть зола, можно немножко, ну, только тоже без фанатизма, в ямки добавить золы. Хотите добавлять косточек яичной скорлупы, если они у вас есть, тоже смело можете добавлять. Старые гнилые доски тоже смело можете добавлять. Специально, конечно, может их искать и не надо. Но если они есть под рукой, то почему бы не использовать все подручные средства, которые у вас есть. Повторюсь, универсальных рецептов здесь нет. То, что у вас есть под рукой, то вы используете. И в завершении коснемся вопроса, а как же действовать тем, кто просто подсадил синоград в ямке под лопату и ничего специально не готовил, не делал. Здесь вы действуете по обстоятельствам. Если у вас хорошая плодородная почва, в принципе, все нормально, даже вот так, как я показала, как у нас на участке, особенно в некоторых местах, не сделали и не сделали. Будете потом постепенно кустики подкармливать по мере необходимости, и все будет хорошо. Если же у вас, например, очень тяжелая, глинистая, холодная почва, особенно с высоким уровнем грунтовых вод, то есть смысл задуматься. Может быть, этот кустик нужно и пересадить, подготовить ямку, сделать дренаж, ну, и улучшить ему условия существования. Но здесь вы тоже смотрите сами. Есть на этой силы? Хорошо. Ну, нет, значит нет. Напомню, виноград, культура живучая, пластичная, приспосабливается. Единственный вопрос времени. Если, например, почвы пустые, такие песчаные, ну, там немножко проще. Можно отступить некоторое расстояние от кустика. Не полениться выкопать ямку, там, глубиной 30 сантиметров, может, чуть больше. Заложить туда того же навозика. Можно даже свежего, особенно если по весне или по осени тоже можно смело. Может, не под корни это закладываем, а на некотором расстоянии. Заложили, закопали. А корешки найдут эту еду со временем. То есть можно сделать и так. Смотрите по обстоятельствам. То же самое касается подкормочного узла. Сразу не делали, не знали, не хотели, не было возможностей, вариантов множества. Потом посмотрели, решили, что, наверное, это было бы удобно. Да, можно это сделать и потом. Отступили некоторое расстояние, вырыли ямку, заложили туда мешок с камнями, с трубой. Все. То есть здесь все в ваших руках. Сделали сразу замечательно. Не сделали сразу. Всегда можно что-то подкорректировать. Ну, конечно, принимать решение вообще, нужно готовить ямы, не нужно, все равно остается за вами. Мы готовим. Я уже это показала. И наш личный опыт уже больше, чем 10 лет, показал, что если мы садим в пустую землю, ну, потом и каких-то результатов мы ожидаем долго. Поэтому нам проще сразу потратить некоторые усилия, некоторое время, ну, зато потом быстрее получать нужно нам результат. Ну, а что делать вам, вы решаете сами. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!